Многие годы сотрудники мемориального комплекса Брестская крепость Герой собирали материалы, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, работали в архивах, восстанавливая историю по крупицам. Концепция новой музейной экспозиции зародилась давно, но воплотить ее в жизнь удалось только сейчас. Фундаментом для реализации проекта стали средства, выделенные из бюджета союзного государства. В Восточном форту был проведен большой объем ремонтных и реставрационных работ. Все это было сделано еще и для того, чтобы создать постоянную музейную экспозицию, благодаря которой люди смогут больше узнать об истории обороны Брестской крепости. Готовая экспозицию, мы не только работали над архитектурно-художественным решением, что является главной фазой оформления экспозиции, но первое, что лежит в основе, это научность. А научность – это, значит, источниковическая база, имеющаяся у нас, это архивные материалы и других мест хранения, это фотографии, это документы, это, безусловно, сегодня интерактивные формы, которые нам удалось использовать в предыдущих наших экспозициях, но я думаю, что здесь будет свое новое слово сказано, и наши посетители смогут не просто послушать экскурсовода, но, наверное, самим стать перед выбором. Постоять, послушать, проанализировать, вернуться еще в какой-то зал и ощутить, слава богу, в виртуальном формате, но ощутить все те ужасы, которые несет война. И эта экспозиция, хотя она рассказывает об обороне крепости, о боях, но она будет посвящена как раз-таки нашему общему желанию – сохранению мира. Для того, чтобы посетители могли в полной мере прочувствовать и окунуться в события того страшного времени, сотрудники мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» решили использовать не совсем классическую подачу материалов. Во время посещения экспозиции, кроме традиционного рассказа экскурсовода, дополнять историю будет подсветка, музыка и другие интерактивные элементы. Что касается интерактива, безусловно, то здесь не только света, не только звуковое сопровождение. Здесь прежде всего будут использованы документальные художественные фильмы, которые связаны с обороной Брестской крепости, с ключевыми моментами. Если посмотреть, будем говорить так, фонотеку или какую-то фототеку, или фильмотеку, то обязательно найдется в каждом фильме те ключевые моменты, которые характеризуют не только оборону вообще, но и оборону Восточного форта. Поэтому то, что создавалось и в 50-е годы, то, что создавалось и уже в нашем веке, оно все очень четко проанализировано, привязано к месту, и наши посетители смогут в этом убедиться, посмотрев не только отрывочные какие-то элементы, но и более в полном объеме, в зависимости от их возможностей, где-то задержаться у экрана больше, где-то меньше. Открытие запланировано на 21 июня. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.